Как руководитель одного из центров, который занимается и мониторит российско-иранские отношения, могу сказать, что за последние несколько месяцев произошли очень заметные события в отношениях двух государств. И нас это особо не воодушевляет. Есть все признаки того, что российско-иранские отношения находятся в состоянии некоторой, скажем так, стагнации. Они пребывают не самое лучшее свое время. И этому влияют некоторые факторы, которые на глобальном уровне решают супер- и сверхдержавы. Еще совсем недавно, где-то полтора месяца назад, президент Медведев в Питтурге заявил о том, что он не исключает возможности присоединения России к санкциям по отношению к Ирану, если переговорный процесс не даст должного результата. Все, не только на Западе, но и в России, и в многих странах мира, восприняли это как новую позицию поведения России, это большой удачей и победой Обамы, что смог уговорить президента Медведева присоединиться к антииранской коалиции. Чуть позже выяснилось, что Россия все-таки затягивает процесс поставки зенитно-ракетных комплексов С-300 в Иран. И при этом не может внятно объяснить, почему затягивается процесс поставки этого оборонительного оружия. И это усиливало вот то подозрение, которое возникло после Питтсбурга. Еще чуть позже министр энергетики России Сергей Шматко заявил, что Бушевская АЭС не будет введена в срок вопреки всем договоренностям и обещаниям и решениям, которые были приняты на самом высоком уровне. Вот этот вопрос как раз никогда не вызывал сомнений, поскольку заверения о том, что Бушевская АЭС находится вне переговорного процесса, и никто, даже американцы, не имеют никаких претензий к процессу строительства этой станции, все-таки вызывали оптимизм не только в России, но и в иранском руководстве и у иранской общественности. И после такого очень, скажем, несвоевременного заявления министра энергетики, стало ясно, что очень что-то серьезное меняется в поведении России по отношению к Ирану. Вот это все, если их взять и складывать, так сказать, в одну линию, то вырисовывается очень конкретная модель или конкретная линия поведения России. И это говорит о том, что позиция России, скорее всего, изменилась по отношению к Ирану. А спрашивается, из-за чего, почему, какая выгода у России так себя вести по отношению к Ирану. И очень многие эксперты считают, что есть несколько причин. Первая причина заканчивается, или уже закончилось, время действия всеобъемлющего договора о стратегических наступательных вооружениях между Соединенными Штатами и Россией. Второй причиной называют, собственно говоря, как раз отказ Соединенных Штатов от размещения элементов ПРО в Европе. Третьим, неактивное вмещательство в делах Грузии и Украины. И четвертых, оставят в покое Россию в вопросах внутриполитических вопросов и состоянии России, связанных с гуманитарными аспектами политики России и так далее и тому подобное. Я хочу сказать, что, к сожалению, мы находимся как раз в состоянии, когда в российско-иранских отношениях нет прогресса и нет ощущений того, что есть серьезная перспектива развития этих отношений. В этом году товарооборот между Россией и Ираном снизится как минимум на 22%. И тот задел, который был ранее достигнут, к сожалению, этот задел мы сейчас теряем. Я более чем уверен, что все делается для того, чтобы России в Иране не было. И это достаточно Соединенные Штаты успешно решают, поскольку они исходят из русской поговорки и ведут себя так, действительно, очень похожее на действительные поговорки. Как собака на сене. Вот меня там нет, я не хочу, чтобы и других там не было. Ну, а дальше мы передадим слово Владимиру Игоревичу Сажину. Спасибо большое. Здравствуйте, господа и дамы. Мне придется защищать Россию в этой ситуации. Понимаете, по теории относительности Альберта Эйнштейна, когда два поезда стоят, один едет, другой стоит, то сидящему пассажирову очень трудно сориентироваться, какой стоит, какой едет. Так вот, я хочу заявить сразу, что позиция России в отношении Ирана не изменилась. Она осталась такой же принципиальной, такой же продуктивной и такой же соответствующей интересам России. Прежде всего. А меняется позиция Ирана на протяжении последних месяцев очень сильно. Хотя началось это давно. Из пяти резолюций Совета Безопасности ООН три были посвящены санкциям. И все были поддержаны Россией. Больше того, последняя резолюция, она была инициирована Россией. Поэтому говорить, что здесь что-то новое, совершенно нет. Россия на протяжении всех, ну будем говорить, пяти лет была адвокатом Ирана и сдерживала давление, которое оказывали на нее вот в рамках шестерки, я имею в виду постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия, с целью ужесточать постоянно санкции. Россия сдерживала этот порыв. Когда, ну уникальной совершенно была возможность несколько лет назад, тогдашний президент Владимир Путин предложил вступить Ирану в консорцию по производству топлива. Международную консорцию. Иран сначала сказал да в лице президента Ахмадин-Инджада, а потом, когда Ахмадин-Инджад вернулся из зарубежной командировки, сказал, что нет. Это, конечно, вызвало шок в Москве. После этого, вот совсем недавнее предложение о вывозе из Ирана 1200 килограмм низкообогащенного Ирана в Россию до обогащения его до 19,75% урана и затем перевоз во Францию для производства уже сборок для исследовательского реактора в Тегеранском университете. Великолепный проект. Даже Турция предложила хранить этот иранский урон у себя. Так нет же? Было сказано нет. Более того, после всех разговоров Ахмадин-Инджад сказал, что мы будем делать 10 заводов и увеличим количество центрифуг до 500 тысяч. Сейчас, например, завод на Танзе он предназначен для 54 тысяч. Получается, что Иран хочет перепрыгнуть и Соединенные Штаты, и Россию в своем ядерном развитии. Ну, конечно, такие заявления я, правда, не буду сейчас углубляться в подробности по поводу того, возможно, это сделать или нет в иранских условиях. Но хочу сказать, что с политической точки зрения это заявление, конечно, второй раз привело в шок Кремль.